Сайт неформальной музыки «Инсульгент» Константин. Андрей, вот ваша группа называется «Шестой корпус». Почему взято именно такое название? Дело в том, что я работаю в одной из больниц уездного города. И это то место, где я проводил очень много времени, я получил очень много вдохновения от... Это психиатрический корпус крупной больницы. И многое, что мы используем в нашей музыке, какие-то истории. То есть мы стараемся в каждой песне рассказать что-то, что происходило с конкретными людьми, те эмоции передать, которые происходили с этими людьми. Это то место, где было подчеркнуто достаточно много идей. Мы иногда там встречаемся в такой неформальной обстановке, пишем музыку и как бы... В честь этого, вдохновленные этим зданием, которое впитало в себя много людских переживаний, историй, мы так и решили назваться. Нам показалось, что это название немножко необычное, броское, несущее какой-то мистический смысл, может быть, какую-то таинственность, которую мы пытаемся передавать в нашей музыке. Хотя, честно говоря, вот я когда в группу приходил, когда я узнал только название, шестой корпус, и я, приходя в группу, думал, что это не связано никак с созданием, что это, типа, ну, девятая рота, двенадцатый, там, не знаю, отдел, там, что-то вот такое, то есть некая историческая вещь, да, то есть что-то связанное, может, с войсками какими-то, чем-то таким. Но только спустя полгода, кажется, я уже понял, мне уже рассказали, о чем связано название. Понятно. Вот, Петр, да, Петр у вас играет на перкуссии, а вот почему вы решили такой фишкой своей сделать именно перкуссию? Вот кому эта идея в голову пришла или как-то так сформировалось это? Это попытка придать нашему звучанию какое-то необычное содержание, нетипичное, сделать его ритмичным, может, иногда, где-то танцевальным, дать музыке какое-то звучание нестандартное. Ну да, это... И многие группы используют наряду с типичной барабанной установкой именно перкуссию и именно в электронном звучании. Обычно перкуссию используют для звучания акустического. Мы же, как бы, достаточно в своем звуке используем плотную ритм-секцию. Понятно, спасибо. Значит, еще один вопрос у меня есть. Это относительно вот планов на будущее. Ну, такой общий вопрос, наверное, для каждой группы. Но у вас какое будущее? Вот сейчас заканчивается финал Революшена. Какие у вас же дальше планы? Ну, мы, конечно, надеемся, что мы запомнимся организаторам этих двух фестивалей. Вот сейчас мы выступаем на Революшен-фестивале. Через месяц мы выступаем в финале фестиваля Эмергензы. Мы хотели бы, скажем так, запомниться для слушателей, запомниться для членов жюри, ну, приобрести какую-то новую публику для себя, приобрести какой-то опыт. И в дальнейшем надеемся, что нас пригласят на более крупные фестивали, более знаменитые, известные. И все это сделано для того, чтобы нашу музыку, наше творчество было востребованным, чтобы люди слушали, чтобы они, как бы, интересовались нашей группой. Да, это очень важно, чтобы группа развивалась. И я желаю вам удачи в ваших выступлениях и в фестивалях, которые у вас есть. Но у меня есть еще один, ну, как минимум один вопрос, да. Это вот на сети написали, что у вас нет пока своего сайта. Это как-то планируется, ну, для более, для большего развития группы, наверное, нужен свой сайт? И когда примерно это, ну, планируется? Проблема в том, что мы пошли немножко не по типичному пути развития. То есть многие группы, прежде чем выступать, они сначала пишут альбом, делают много записей, аудио-видео, потом это все выкладывают и развивается. Мы же начали именно с концертной деятельности. И сейчас постепенно пишем альбом. Мы выпустили три сингла. И когда у нас будет достаточно контента, видеоматериалов, фото, аудиозаписи, мы планируем создать сайт. Для этого нам нужно иметь какой-то материал, который мы на нем выложим, чтобы стать интересным публике. Понятно. Ну, вот раскоснулись музыки и создание песен, альбомов. Многие группы тоже одновременно с альбомами выпускают минусовки. То есть, чтобы их музыка переходила в массы. Вы как-то планируете записывать и тоже где-то выкладывать минусовки своих песен? Ну, мы об этом, конечно же, подумаем. Честно говоря, я сейчас первый раз об этом вообще услышал, что кому-то это интересно. То есть, возможно, мы это обсудим и выложим. Может быть, даже бесплатно для наших почитателей, чтобы они могли вместе с нами выступать, петь. Дома, петь наши песни. Потому что нам очень важно, как любому музыканту, как любому творческому человеку, чтобы его творчество было востребовано, принято, услышано, чтобы люди интересовались. И если это будет увеличивать количество наших слушателей, и это будет интересно им, естественно, мы это сделаем. Мы очень любим наших поклонников. Мы с ними достаточно близко общаемся и стараемся, чтобы они нашу музыку тоже пели на наших концертах. Спасибо. Шестой корпус для Инна Сургента. Приходите. Везде.